Опять снова я. Всех приветствую. На своем канале первое видео было обзор. Второе. Сейчас я попытаюсь при вас вскрыть вот эту катушку от магазина с алиэкспресс. Бугатти BH300. И я туда не лазил, только вот скрывал и посмотреть что там внутри находится. Ну по видео я уже видел. Вот кстати у нее очень ну то что вот она у нее очень легкий ход достаточно то что вот там какие-то шумы ну потому что алюминиевый корпус естественно плюс он такой объемный вот эти вот шумы и от сухих. Судя по всему я так понял здесь сухие гибриды стоят. Вот этот вот шум. Причем что мингьянок что первая аюша они здорово зудели. Здесь алюминиевая ведущая должна стоять. Но я не слышу явного зуда такого от нее. То есть вроде как бы подгонка здесь уже с определенными допусками. Ну по крайней мере в этой катушке может другие по-другому присутствует неплохая. Значит как это все разбирается. Значит как же я и в амбассадорах не надо отверткой закручивать вот эти винты. Они очень хорошо залипают везде. Затянули от руки и все и раскрутили. Ничего у вас там не отвалится. Соответственно ослабляем три винта. Надеюсь что я еще помню все это. Открываем. Значит подобная катушка у вас значит если будет и амбассадора как бы вы их их надо смазывать минимально. Минимально и все равно у вас будет испарено. Я уже вскрывал здесь было очень много масла. Это болезнь всех этих катушек. С одной стороны хорошо там водичку будет задерживать в щели. С другой стороны я не знаю как вы к этому отнесетесь. Значит сначала. Вот значит снята редукторная кружка. Крышка. Кружка. Старушка. Где же кружка? Здесь рама. Не знаю из чего она. Ну если на амбассадорах они были латунь покрытая хромом то здесь скорее всего это алюминий. Почему она и легкая такая. Да здесь все алюминий. То есть пошли они по такому алгоритму использовать алюмишку. Шпуля. Имеет отличие от первой аюши. Насколько я так помню уже. Там стояли с двух сторон. Ну соответственно один подшипник на шпуле. Второй в крышке. микро шарики. Ну по крайней мере меньшего диаметра подшипники. Здесь вот вы видите. Та же как нарисованные на рисунке. Гибрид. Один. Который на катушке. Он закрыт резиновыми. Оранж сил. Как их называют. Бокоберинг. Ну не важно все. Закрыт резиновыми пыльниками. Почему? Ну это явно потому что водичка может попадать. Именно идти в подшипник. Чтобы не нарушать его. Грубо говоря гладкость хода. С водичкой со взвесами. Они его. Остальные все должны быть без пыльников. И насколько я увидел. Они действительно без пыльников. Те которые керамика. Они полностью. Они вообще все без пыльников. Те которые. Остальные. Они все с пыльниками. В данном случае очень крупный подшипник. Вот здесь вот. И он сухой. Вращение очень тихое. И достаточно неплохое. Я бы так сказал. Ну что значит. О шпуле. Вот мне. На первой Аюше мне не понравилось. Там внутри видно было. Какая-то ханинговка. Какие-то заусенцы. Но внутри. Снаружи-то их не было. Эту часть. Эту шпулю. Они уже здесь сделали. Конечно же получше. Алюминиевая ось. Анодированная. Имеет вот такую конфигурацию. Значит. Шестеренка привода. Из желтого металла. Ну скорее всего латунь. Я не думаю. Что это алюминий. Анодированный. Хотя может быть и так. Потом идет. Какое-то кольцо проставка. Потом. Как они. И на Мингьянге. Вот эти вот синие. Они там на одном заводе делаются. Это же понятно. Иначе бы. Синие проставки. Ну кстати. На двух с половиной тысячи. Там тоже какие-то вариги. Или в кастоме уже. Пластиковые проставки. Регулировочные. Здесь микро. Сколько на Мингьянге стоит микро. Возможно появится кастом. Возможно от Минга подойдет. Надо помониторить попозже. Сюда заменить на пластиковую шестеренку. Будет тише работать. Износа никакой шестеренки. Ну как бы не несут на себе. Но потише будет работать. И с учетом даже того. Что здесь. Да ладно. Это лишнее. Уже болтаю какой-то. Так. Значит. Видите какая ось. В отличие от Мингьянга. И первый АЮШ я не помню уже. Толстый конец имеет. А в этой части. Под колпачком осевого тормоза. Здесь нет. Здесь осевой тормоз. И он же. Регулировка. Центровка шпули. Вдоль оси. Двумя колпачками. Так же как на всех амбассадорах. С двумя колпачками. Вот ранними. Поздние пошли уже с одним. Там вот. Поэтому здесь осевик. Что этот. Что этот. Это является и осевиком. И настройкой. Регулировкой. Соосности шпули. Смещению влево. Вправо. Чтобы мотал ровно. Значит. Шпули облегченные. Давайте сразу. Я. Ну я-то помню уже. Параметры. При вас сейчас. Завешиваю. По буртику. 31 миллиметр. Как первый Аюши. Как и. Соответственно. Минг-Янг. 31 миллиметр. А вот. Внутренний. Или рабочий диаметр. Главное. В дырочку не попасть. Потому что. По дырочкам будет. Один. Двадцать. Двадцать. Четыре. Двадцать четыре. С половиной. Где-то так. Значит. Внешне вообще. Нафиг не нужен. Рабочий. Диапазон. Внутренний. Ширина рабочая. Я не знаю. Почему люди меряют наружнее. И забывают измерить рабочий. Вот. Я например. Вот этот наружний. Только один раз. По-моему. Померил. Не знаю. Зачем. Здесь очень важно. Рабочий. Вот этот диаметр. Плюс-минус. Вам уже о чем-то. Это скажет. Двадцать три. Считайте. Двадцать три. То есть. Широкая. Такая широкая. Именно. Две с половиной тысячи. Не знаю. Там. Какие они. В оригинале. Значит. Подшипник. Так как я его снять не смогу. Так. Первый параметр. Это по-моему. Внутренняя часть. А. Подшипник. Когда меряется. Внутренняя часть. Должна. Сейчас я измерю. Ось. Это будет пять. На десять. Так. А эту. Я не замерю. Так. Снимать не буду я его. Пять на десять. На. Ну. Какой там. Если будет три семь или четыре. Пять на десять на четыре. Наверное. Пять на десять на четыре. Есть такой. Вот. Значит. Здесь вот есть небольшой дефект. Смотрю на плавление на оси. Но крутится она безупречно. Потому что направляющий удлинитель. Он прям в серединку упирается. Поэтому никак не это. Не влияет. Вроде как. Вес ее заявлен у китайцев. Как по-моему. Десять грамм. Но по факту она. Ой. Интересно. Интересно. А может быть это из-за керамических подшивок. Она девять грамм весит. Вот эта шпуля у меня весит. Девять грамм. И это. И это. Вот с этой фигней. Замерьте там свои. У кого есть эти катушки. У ребят в группе есть. Вот мне интересно. Ну. Может быть чуть больше. У меня погрешность в весах есть. Может быть девять с половиной. Но не десять. И не одиннадцать даже. Вот интересно. Представляете. Прикиньте. Ладно. Пойдем дальше. 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 Дальше идет. Вот эта вот противоположная часть. Сейчас попробуем сначала лайтовая. Насколько она затянута. Нет. Не затянута. Один винт идет туговато. Это мне что-то не нравится совершенно. Главное, чтобы резьба не сорвана была. Китайцев можно дожидать что угодно. Кстати, от японцев тоже уж так особо их там. Нет. Скорее всего, просто заусенцы при нарезке. Отлично. Замечательно. Вот эта мне нравится. Это сделано как в амбассадоре. Сама ездить. Ну, так и должно быть. Значит, здесь что? Так, крышки. Ну, это тоже алюминий явно. Видно. Вот анод был. Ну, не анод, а электрод. Блин. У меня руки, конечно, уже все, не те. Блин, ну не пластик же. Ну, нет, не пластик. Туман, они легкие. На двух гибридах. Рубятый. На двух гибридах. Вы видите, что творится. Все сухенько. Все на сухую. Дальше. Очень, что мне понравилось, колпаки очень хорошо, туго сидят, не открутятся. Там медь. Медный колпачок, скорее всего, не один. Под ним подшипник. С зафиксированной стандартной скобочкой. Ну, посадка никакая. Так, берем. Вот он. Гибрид. Гибридный. Не уверен, что это гибрид. Дайте-ка я на всякий случай посмотрю. Я уж так не вижу. Да, гибрид. Семь шаров. Гибрид. Семь шариков. Это хорошо. Значит, он мощный относительно своей. Значит, тут три на три на семь. Правильно я мерю? Три на семь на три. Три на семь на три. Представляете? Жалко, у меня нет такого шара. Так, дайте я запишу. Второй шпульный. Три на семь на три. Интересно. Я бы даже сказал. Что-то у меня нос зачесался. Ладно, потом я это сделаю. Я все равно буду ее... Не знаю, буду я ее промывать не буду. Так. Дальше что здесь? Очень легкая. Очень легкая рама. Мне нравится. Вот на первой АЮше там, конечно, было не так. Все. Там было все по-другому. Так. У меня есть специальная отвертка. Вот так вот заточена. Под эти вот вещи, чтобы не сорвать. Колпачок не пластиковый. Вообще тут пластик-то есть где-нибудь. Ну, кроме привода. Все вон сухонько. Зуб. Там, значит, алюминиевый. Хотя очень тяжелый. Не знаю, анодированный. Колпачок. Там медь. Медный пятачок стоит. И есть отверстие, на всякий случай. Если что. Ну, кто не в курсе, как разбирается этот узел, вдруг, как на амбассадорах, сначала вы это снимаете, потом снимаете вот эту скобочку. Вообще, эта скобочка, она должна быть немножечко изогнута, подпружинена. Какого качества это, я не знаю. Давайте. Сталь. Ну, скорее всего, нержавейка. Просто углеродное содержание присутствует. Она магнитится. Не сильно, но магнитится. Дальше все очень просто. Должно быть. Дальше просто вынимается бесконечник. Ага. Вот так вот. Я ее не разбирал еще, поэтому я вам ничего не могу. Так. Туго сидит. Ага. Видно, заусенчики вот здесь. Это, конечно, обработка некачественная. Так, что по валу непосредственно. Как обычно, значит, здесь шар, подшипник. Снимается он, значит, расторцовывается винтом здесь на крест. Замерить я ее вам не могу сейчас. Я вот отсюда не вижу. Как будто он... А, он имеет сепаратор двойной. С одной стороны полузакрытый, с другой стороны открытый. Ну, это, видимо, так, чтобы прям уж совсем вода не текла. Так. Здесь, с этой стороны тоже стоит подшипник, кстати. О птичках. Вот. Соскочил. Так, интересно. Здесь даже два шара стоит. Тоже... Сейчас я посмотрю через увеличительное стекло. А, нет. Пыльник. А, обманули. Это стальной шар. Пыльник с одной стороны. Стальной. Так, засунули мне... В эту штуку стальной шарик. А второй, с двух сторон, имеет пыльники. И, похоже, стопорное кольцо есть или нет. Чтобы пыльники снять. Но, в любом случае... Это два одинаковых подшипника. Два аж. Ну, видимо, чтобы там бушен какой-нибудь не ставить. Такое место одно. Это полностью нержавейка. Я не думаю, что это латунь. Это не... Не алюминий повес, это нержавейка. Но нержавейка уже... Такая. Кстати, если это нержавейка, можно отплевать. Четыре. Значит, этот шар. Четыре. На семь. Четыре на семь. На два. Четыре на семь. На два. Четыре на семь. На два. Интересно. Наверное, это такой же. Я так думаю. Если что, заменить. Дальше. Ну, здесь уже видно, что это, скорее всего, латунь. Ну, да. Анодированная латунь. Значит, вот люди переживают еще, что... Вот протираются. Нет, не протираются. Вот. Ни хром, ни нитрититана. Тускловатый был у меня на одной обышке. Или на двух. На одной, по-моему. На амбассаторах, которые я уже продал. Давно. Нитрититана желтенький. На другой. Просто хром. Ничего не протерлось, не пропилилась. Здесь нет такого давления. Во-первых, во время схода бегунок ходит вместе с вашей леской. Потому что трение в этом узле или в глазке вашей мыльницы происходит в двух позициях. При намотке и при сбросе. Там, когда отключаемый лесовод, соответственно, у вас леска сходит со шпули, бегая от края по краю. И она трет туда-сюда. Ну и сверху там. Там в трех точках, грубо говоря. Размазанных таких. То здесь она ходит, там стрений нету, перекосы. Здесь стрений при сходе нету. Даже если там какие-то потертости появятся, это вообще никак не... Ну вот у меня на амбассаторах там за несколько лет ничего не появилось. Все. Вот ради интереса я сейчас замерю раму. Кстати, вот эта часть у нее тоже не магнитится. Лапка, скорее всего, нержавейка. Ну то есть, как вы видите, да? Цветмет. 25 грамм. 25 грамм рамы весит. В общем-то, так неплохо. Насчет клавиши. Клавиши я так понял, что... Фиг снимешь. Ну да. Распрессовывать. Распрессовывать вот эту вот конструкцию. Ну и теперь самое главное. Тормозил. Как она работает? Она работает... Значит, здесь магниты, они вынимаются. Причем вот у японца, у него и еще у кого-то, я там видел рекламные, вот, булос-болоска, которые у них вот этих вот двух крайних нет. О, мы еще где-то видел. А здесь надставлены по микроскопическому. У меня есть такие подшипники? Ой, магниты. Вот, ну, не знаю. Вот эти вот манипуляции, хотя должно хватать, в принципе, полностью. Вот видите, как она берет и откручивается. Алюминий, причем. Могли бы, кстати, и пластик сделать вот эту вот часть. И это алюминий. Забавно. И здесь резинка. Сделана для того, чтобы не раскручивалась, не разбалтывалась во время заброса, не отваливалась, не повреждала шпули. Можно смазать, можно нет. Так, кто такой? Ага. Вот почему крутится хорошо. Ладно, давайте я сейчас попробую. Сейчас повторяю, кнопы неразборные, насколько я вижу. Обычный винтик. Вот здесь вот посадочные валы. У Мингьянга и Аюши там мелко, если вдруг вы кастомную захотите. А, еще забыл добавить, почему-то катушки, не помню, как первые Аюши. И эти идут только леворукие. Везде, где на Алияне продается, только леворукие. Не знаю. Блин, все время такое ощущение, что это пластик. Здесь, как на Амбассадоре, ручка не снимется, пока вы не снимете стопорное... Стопорное кольцо. Если что, у меня полно. Блин, какие-то не любят эти кольца. По-разному всегда. Какие-то хорошо слезают, какие-то не очень, какие-то летают сразу. Так, стопорное кольцо и рек-шайба. Хоть бы не терять. Дальше, ручка. Здесь появилось масло. Дальше, вот это, до раскиш... Как бы не буду говорить, зачем она нужна. Я знаю, для чего она нужна. Ее можно, кстати, игнорировать. Да, вал маленький. Такой же, если вы будете ставить какую-то там кастомную ручку, в идеале это 7х4 по шимановскому отверстию, то проставку придется делать либо самому, либо самому. Значит, вал, значит, первый параметр вот так считается. Вал 6х3, скорее всего, да? На 4, 6х4. 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 Кстати, предыдущий, я когда разбирал хайбор и райз, вот этот вот, эйр, там я не обратил, потом при сборке обратил внимание, что там пружинная шайба одна, а вторая просто плоская. Ну, кстати, неплохой реализации. И работает же. Ничего. Так, под колпачком что находится? Смотрю. Опять же, еще раз повторю, очень-очень тугие колпачки. Очень тугие колпачки, это очень хорошо, вы пальцем не собьете никогда. Ага, а вот здесь вот уже, а, ну здесь же этот толкатель стоит. Здесь текстолитовая площадка белого цвета. Там толкатель, который должен, да, чтобы он не вылезает. Блин, ну такое ощущение, что здесь тоже сталь стоит. Там гибрид, а здесь они все-таки решили меня надуть. Друг, называется я у них. Друзьями так не поступает. Если кладете, то уж кладите. Везде гибриды как положено. Блин, что-то не вылезает. А, вот сейчас все. Ставь, скорее всего. Замеряю. Это подшипник, ну так скажем, толкатель. А вообще он нужен ли? А он вообще не нужен. Ну, по факту. Ну, в любом случае, это 3х7. 3х7, на 3. 3х7, на 3. 3х7, на 3. Ладно, пойдем дальше. Ну, и теперь самое главное. Людей это очень волнует. Что же там внутри? Какого же качества обгонная муфта? Винты не затянуты. Уже начинают выталкивать пружины. Начинают выталкивать пружины. О, ага. Нет, все нормально. Сначала крышка. Кстати, кликер тут дурацкий. Он грубый такой, кликер, да, кликер этого самого хода. Ну, обгонка здесь обычная, 6-роликовая. Ее вообще можно там, при желании там, ну не знаю, что и будет. Если будет, на втулку заменить, как он на... Так, дальше. Нет, пиньон здесь... А, вот же он, этот штырь, блин. Он застопорен. Он, типа, как на Амбассадоре сделан. Застопорен. Вот так вот это выглядит. Интересный цвет у него. Очень светлый. А, интересно. Вот почему ручка без пули вращается. На подшипнике сидит. На подшипнике. Ну, и, соответственно, понятно все. Китайцы по-другому не могут. Не могут. Значит, втулка. И, как на Мингьянге, стоит пружинные шайбы. Стоят непосредственно на главной паре. На ведущей. Вот китайцы, они, наверное, слепые, вроде меня. Естественно, они поставили... А, нет, правильно. Зря наговариваю. Или неправильно. Нет, правильно. Лучше бывает, что... Так, ага. Главное, чтобы не как на Мингьянге было. Нет, никак. Очень маленькая, очень маленькая шестеренка. Здесь, как на Амбассадоре. Ну, не на всех, по-другому. Вал. Там микродиск фрикционный. Здесь вот такой диск фрикционный снизу, с нижней части. Вот, ну и очень простейший кликер. Это, конечно, море заусенцев на резьбе. Никто этим не занимается, чтобы там что-то обработать. Шестеренка действительно алюминиевая. И имеет вот эту вот желтую анодировку. Как на обушках. Это плюс. Дальше. Дальше... Механизм. Вот. И все. А он из чего сделан. Блин. Сталь только вот этот самый. А нет, вот тоже сталь. Где-то есть. Винты нержавейка. Вот какая-то скоба. Какая-то. Блин, это не скоба, это какая-то часть скобы. Ну, не важно. Не суть. Вот она, да. Все очень просто. Одна пружина. Кулисы. Разблокировки шпули. И... Здесь лучше, чем на... На Мингянге. На Абьюше. Я что-то не помню. Трын-трын. Лучше, чем на Абушке. Бесспорно. На Абушке там... Я не знаю, почему они так. Делают. Ну, на Амбассадоров. На некоторых. Но, по-моему, на всех. Они разные. Ну, дурацкие, на мой взгляд. Ну, дальше разбирать не буду. Дальше я буду ее, видимо, потом промывать частично. Не знаю, что это за масло. Да смазка такая. В общем, вот так вот выглядит. Вся катушка. О. Вы поняли, да? Ну, все. Класс. Значит, если все-таки у вас условия достаточно влажные, вы там используете, ну, дождички, еще раз говорю, лучше смазывать жесткими смазками, тонко, типа Вюрт, или вот этот вот, оффроуд, Матюль Чейн Льюб для цепи. Они менее гигроскопичные. Потому что все другие будут эмульсировать у вас там внутри. Эти, ну, по крайней мере, на бесконечнике, они у меня не эмульсируют никогда. Когда там даже вода попадает. Вот. Они в этом смысле, они вот хороши здесь. Ну, я не знаю пока, чем буду смазывать. Попробую. Там другой смазка у меня сейчас есть еще. Вот. По-моему, подшипник. Жалко, конечно, что не все гибриды. Ну, как бы это так не особо-то и важно здесь. Так, чтобы прямо вот это было критично. Ну, тем не менее. Ну, все. Пока вроде добавить нечего. Значит, в ближайшее время пока покидушек я не планирую. А там посмотрим. Все. Спасибо за внимание.